Чтобы все собираетесь, четверг, постоянный наш урок. Добрый вечер всем. Секунду. Итак, мы с вами с Божьей помощью начинаем. Наша отдельная глава называется Эмор. И если прошлую неделю вы смотрели наш урок, он занимался темой сердца, насколько можно заставить человека полюбить, почувствовать, насколько можно заставить человека раскрыть в себе какие-то эмоции, то на этом уроке я бы хотела с вами поговорить со стороны качеств. Можно ли изменить свои качества? Можно ли стать человеком более добрым, менее взрывчатым, я не знаю, более любвеобильным, менее комцан? Как-то человек, который жадничает. Насколько это возможно, или мы уже родились с вами с каким-то комплектом качеств, которые только надо использовать в нужном направлении? Есть очень много ответов на этот вопрос, естественно. Есть такие, которые говорят, ничего не надо своими качествами сделать. Если ты чувствуешь, что ты постоянно сердишься, в тебе много силы, и ты любишь кровь, то тогда это качество возьми, не меняй его, потому что ты с ним родился, а иди работать шойхитом, например. Если ты очень нежный человек, милосердный, у тебя много терпения, тогда возьми это качество и иди работай в детский садик, потому что шойхитом вряд ли ты сможешь убить даже цыпленка. Но я бы хотела с вами поговорить немножко на другую тематику. Если наша недельная глава нам говорит, как менять наши качества, то значит и есть такая дорога. Я бы хотела сегодня с вами эту тему разобрать. Итак, начнем, как всегда, с истории, пока еще люди подтягиваются, чтобы не потерять общий смысл. Был один человек, который очень тяжело работал. На физической работе он выезжал из дома в 4 утра и возвращался в поздние ночи, так что он не видел ни жену, ни детей, и зарплата, к сожалению, его тоже не радовала. И, конечно же, если у него нет возможности как-то зарабатывать больше, то мечтать и фантазировать его никто не мешал. Поэтому, когда он ехал на своей огромной фуре забирать товар... О, Ирина, я так буду рада, если в конце урока вы мне дадите фидбок и скажете, если эта тема в конце да вам помогла и расставила какие-то приоритеты на место. Спасибо. Мне эта тема тоже безумно-безумно актуальна, когда сидишь на карантине и, собственно, и дети начинают немножечко напрягать, что обычно не свойственно мне. То да, мне хочется стать более терпеливой, уметь сбалансировать свои чувства, свои качества, и вот этот ирок я изучала именно для себя и, естественно, захотела с вами поделиться. И так, что он фантазировал, привет всем, что когда-то он продаст свою фуру, свою огромную машину и купит себе Мерседес. Ему не надо будет возить тяжелые какие-то вещи, грузы, он забудет, что такое склады, он будет брать шикарно Мерседесе, свою жену, детей, ехать с ними на море и наслаждаться, наконец-то, жизнью. И вот был один какой-то безумный тяжелый день, когда у него все не получалось, и он возвращается поздно-поздно вечером домой, и возле дома его забронированная огромная стоянка для его фура. Истечение обстоятельств, что эта стоянка поздней ночью в ужасную усталость занята. И кем она занята? Кто стоит там? Что стоит там? Мерседес. Именно тот Мерс, о котором он постоянно мечтает в пути, стоит и прислоняет ему дорогу. Но у него уже не было сил, конечно, держать свои эмоции. Он забуксировал, врезался в этот Мерс. К ядрене, фене, все, Всевышний, прости, не мог удержаться. Поставил еле как свою машину, поднимается домой. А там вечеринка. Эй, открываются двери, мазальтов, шарики, хлопушки. С днем рождения, дорогой муж. Он забыл, что у него день рождения. Тут же надо стоять, коробку он открывает и достает оттуда подарок. Ключи от Мерседеса. Тот, который он только что протиранил. У нас часто бывают такие ситуации в жизни. Я уверена, что не только из меня, а у меня. Когда мы жалеем о том, что мы проявили какие-то яркие эмоции, не сдержали себя, где надо было промолчать, не промолчали. И хотя принято считать, что человек он очень рациональное существо, что у нас есть логика, разум, мы очень обдуманно принимаем какие-то решения, Тахалис, в конце концов, мы все большой мешок с разнообразными чувствами, которые составляют нашу личность. Ведь то, когда мы думаем, как поступить, это все надуманный нами образ, как нам выгодно. На самом деле человек проявляет себя вот в таких вот эмоциях. Тогда он именно ведет себя так, как в нем и заложено. И написано в книге Тани, что у каждого человека есть какое-то одно качество, которое доминирует, что оно определенно мешает ему жить, и он постоянно просыпается днем и ночью и думает, вот если бы я смог это качество или сделать немножечко меньше, или наоборот усилить в себе. А я уже подумала, где Саид пропал, где его комментарии. Добрый вечер. В общем, если вы задумаетесь, то уверена, что каждый из вас, зная себя, поймет, какое это качество, которое тормозит его жизнь, мешает общаться с людьми, налаживать какие-то связи, продвигаться в работе. У каждого оно есть, как бы вы себя не любили. Так мы и созданы. У кого-то это, например, злость. Этот человек постоянно теряет друзей, потому что не у всех есть терпение дружить с человеком, который взрывается на тебя постоянно. Есть, например, скупой человек, который может потерять семью из-за того, что не ценит и не дает своей семье то, что они заслуживают. Есть, например, качество зависть. Такой человек, он никогда не будет доволен своей долей, ему всегда будет казаться, что у других всегда лучше, и такой человек не увидит вообще счастья в своей жизни, потому что у соседа всегда трава будет зеленее. Итак, возможно ли нам изменить наши качества? Или надо принять себя, такой, какой я есть, и просто найти работу, например, выбирая те качества, которые я могу проявить, и еще зарабатывать с этого деньги? Шалом, Леора! Рада всех вас видеть очень! Расскажу вам историю. Был один такой человек, у которого пошла черная полоса в жизни. Его уволили с работы, он попал на деньги, у него появились долги, и единственный выход, который он видел, начать пить. Он... Борис, добрый вечер! Он запил не по-детски, естественно, это привело к ссорам в семье, мама не хотела, чтобы дети видели этого мужа, она сама не хотела уже с ним общаться, она его пыталась как-то поднять, но видела, что все тщетно, этот человек падает и падает с каждым днем, пока она не решила с ним развестись. Об этом услышал один их общий знакомый, который состоятельный был, и он сказал, я хочу тебя спасти, я оплачу тебе самого лучшего психолога нашего города, но пообещаю, что ты будешь ходить к нему на сеансы. Ладно, мне нечего терять, я буду туда ходить. Он договорился с женой, что они разъезжаются по разным квартирам, но не разводятся, дадим ему шанс исправиться, потому что психолог ходит слухи, что он все семьи, с которыми он работает, все спасает. И вот так он оплачивает каждый месяц эти счета, пока через несколько месяцев он встречает его на улице, пьяного в стельку. Он подходит и говорит, Шлома, ты что, не ходишь к психологу, которому я тебе дал? Как не хожу? Конечно, хожу три раза в неделю. Я у него, ты что, не получаешь, считаете огромное? Я-то получаю, но я не вижу никакого результата. Почему ты пьяный? Он что, не проработал тебя, чтобы ты перестал пить? Говорит, нет, с чего бы. Ну, а чем вы тогда занимаетесь? Ну, все это время он учит меня принимать себя таким, какой я есть, и любить себя таким, как я сейчас. Поэтому я пью и начинаю любить себя за это. Вообще, нету ничего более противоречащего Торе, чем принимать себя такими, какие мы есть. Я, к сожалению, не помню, если кто-то из вас мне скажет, я искала и не нашла. В Талмуде есть такая история, если я не ошибаюсь, связанная с Раби Акивой, когда пришел к нему один знатный человек и решил его каверзным вопросом поднять на смех. И он сказал так. Ответь мне, пожалуйста, Раби Акива на вопрос, создал ли Всевышний этот мир идеальным. В чем был подвох? В том, что если Раби Акива скажет, этот мир не идеален, он скажет, ваш Всевышний даже идеальный мир не может создать, что он лучше идолов наших. А если он скажет, идеальный мир создал Всевышний, тогда он скажет, если бы этот мир был идеальный, вам бы не пришлось на восьмой день обрезать мальчиков и дорабатывать творение Всевышнего. Дальше не помню, что было, но изначально мы созданы специально не идеальными. И больше того, я вам скажу, по Тане работа, которая заключается для нас в этом мире, это исправлять то качество, которое мешает нам, о котором мы с вами говорили. Секунду. Раби говорит еще такую вещь, которая, когда мы ее читаем, и если мы на ней останавливаемся, она забирает у нас вообще все желание как-то работать над собой. Раби говорит, сложнее изменить одно качество характера, чем понять глубины мироздания. Другими словами, легче сидеть 24 часа в синагоге, учить кабалу, талмуд, что это невероятно сложно. Попробуйте изучить хотя бы один лист талмуда, и вы поймете, что голова кипит. Вот правда, голова взрывается. Высшая математика. Нет, все в твоих руках, это когда бабочка у него в руке была. Помните, это с царем Давидом, если я не ошибаюсь. В общем, да, все признают, что качество характера изменить очень сложно. Принимать таким, какой есть, надо ближнего, а не себя. Замечательно. Но вам кажется это реальным? Дай Бог, оливай, как говорят вы в рите, чтобы у нас получилось хотя бы приблизиться к такому уровню. Кстати, если мы уже начали эту тему, то давайте, да, поговорим, я вам расскажу историю, которая покажет нам, если у нас и не получится, вот к какому бы уровню мы хотели прийти вот в изменении своего характера. наш раби постоянно давал уроки, встретив шаббат, говорил разные их души, новые вещи в Торе, открытия, и это было, в принципе, с периодичностью, например, каждый шаббат и праздники. И вот наступает одна большая хасидская дата. Тет Кислев, и все хасиды собираются и начинают говорить, что вот, надо прийти пораньше, занять первые места, потому что раби будет говорить хорошо. Наступает Тет Кислев, раби делает кедушу, а, раби говорит пару слов и уходит. Ладно, хасиды думают, следующий день это Ют Кислев, это тоже большая хасидская дата, наверное, раби хочет выступить в этот день, тем более, что это шаббат был. И все хасиды начали взволнованно говорить, что, наверное, раби готовит что-то сенсационное, если он так выжидает. И нет, хасиды были очень разочарованы тем, что на следующий шаббат и раби не выступил, и это было исключение из правил вообще. И, конечно же, хасиды не оставили это без внимания. И в какую-то первую возможность им спросили раби, вот помните тогда, когда вы не дали этого, тут свою речь, спасибо, Ильяна, добрый вечер, в Ют Кислев, скажите, почему? И раби рассказал такую историю, что у них в городе есть мальчик, который, как правильно сказать, который был необычным мальчиком. Я, к сожалению, не знаю, что там точно было, но или он плохо разговаривал, или плохо ходил, или у него была или инвалидность, или синдром. Ну, в общем, такой мальчик, над которым, к сожалению, дети смеялись, подначивали его, и папа ходил к директору и говорил, я хочу, чтобы мальчик учился в еврейской школе, но если над ним здесь так издеваются, то, может быть, я сделаю свой выбор в пользу общеобразовательной школы, где, может быть, к нему обращение будет лучше. И когда это не помогло, он написал письмо Раби, и Раби сказал очень серьезно, что я с этим разберусь, не беспокойтесь. И он послал своего секретаря Рабха Дыхкова, чтобы он поехал в эту школу и сказал, что если они не могут сделать там порядок, и все еврейские мальчики чувствуют себя там спокойно, он вообще закроет эту школу, потому что она несет ни на какой пользы. И, естественно, это все взбодоражило начальство, отношение к этому мальчику изменилось, мальчики уже выросли, и вот наступил день бармитцева этого мальчика. И хотя его все уже приняли, конечно, если выбирать между бармитцева этого мальчика и Этва-Адутом Раби, вокруг которого было столько шума, все бы выбрали Этва-Адут. И Раби об этом не забыл. Раби точно запомнил, что 4 года назад ему сказали дату рождения этого мальчика, и он сказал, я в этот день не буду делать Этва-Адут, потому что сейчас люди придут ко мне и не придут к этому мальчику, что заставит его быть расстроенным, свою бармитцеву и добрый вечер. И поэтому он так поступил. То есть в идеале, чтобы мы могли ломать свои планы, не потому что нас просят, а даже чувствуя, что кто-то нуждается в нашей поддержке, в нашей помощи, в нашей отдаче. В идеале. Каждый ли такое может сделать? Я сомневаюсь, например, в своих силах. Давайте посмотрим, можно ли развить в себе это качество, например, чувствительности к другим людям. Роман говорит интересную вещь. Не просто он ее говорит, а пишет в законах, аллахот, то есть там же, где написано соблюдай шаббат, не ешь свинью, и, я не знаю, там накладывает филин, там же написано вещь, которая вообще выходит из правил. Написано, что в емкий пор человек должен просить прощения не только за свои действия, но и за свои мысли. Как мысли? Какая разница, что я думал, когда прервалась связь? Надеюсь, что вы слышите меня. Какая разница, что я думал, когда помогал человеку? Я же переосилил себя, я же сделал маамадз какой-то, я же ему помог в конечном итоге, и все равно меня будут судить за то, что я не смог свои чувства привести в порядок. Да, говорят, Роман вам говорит, мы можем не только заставить себя изменить свои качества, но и реально этого захотеть и сделать это желание изнутри. Если я вам скажу, будьте терпеливее друг к другу, вы можете сказать легко, купите, я не знаю, какие-то успокоительные таблетки, наглотаетесь, и вам вообще все равно, гори все огнем, я спокоен, меня ничего не раздражает. Вы же внутри не изменились, внутри нас ничего не ерукнуло, а это то, за что нас будут судить, насколько мы смогли свои мысли, свою внутренность, я бы даже сказала, ДНК, заложенная в нас, изменить. И наша недельная глава Эмора говорит, что это возможно, и к концу урока мы поймем, как Систер, Юльич, привет, рады очень видеть. Эра Ховат. Продолжаем. То есть, если мы не можем судить человека за то, что он толстый, за то, что он худой, за то, что он высокий, за то, что у него блондинистые волосы, также мы не можем судить человека за его поведение, потому что это все заложено уже внутри нас. Как мы этим всем будем пользоваться? Это в наших силах. Помните, мы с вами говорили, что заложено уже в человеке будет он богатый или бедный, здоровый, или нет, не дай бог, мудрый или глупый, что не заложено, будет он праведник или грешник, как мы воспользуемся всем тем, что у нас есть, то же самое и с качествами, но нет, говорят, что даже ДНК можно изменить. Для меня это было потрясением. Итак, в Траге, я, к сожалению, не помню, как его зовут, был главный раввин, и, конечно, был батюшка, который всегда хотел показать, что он важнее и умнее, и обладает большими знаниями, чем раввин. И вот один раз он пришел к нему и задал же опять каверзный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, что сильнее, характер или мудрость? Другими словами, можно ли с помощью логики и разума изменить свой характер или нет? Равин сказал, характер не изменить? А батюшка посмеялся и сказал, мы, люди, созданные разумными, не зная, как вы евреи, а мы с помощью своего разума можем изменить и свои мысли, и свои чувства, и свои действия, и я тебе докажу. Даю полгода, через полгода мы с тобой встречаемся и доказываем друг другу, кто был прав. Естественно, Равин об этом все забыл, ему этот батюшка сном не снился, надо было продолжать делать хорошие дела быть Равином города, но через полгода он получает письмо, что завтра в такое-то время, в таком-то месте состоится встреча, где ты должен будешь доказать, что ты прав. И, естественно, на это мероприятие собралась вся элита, батюшка был уверен, что он был прав и докажет свою правоту, ему хотелось, чтобы большая часть уважаемых людей города это увидела. Равин понял, что у него ничего нет подготовленного, он не знает, что сказать, и он подумал, будь что будет, благословен Всевышний, он мне поможет. Взял за стола коробку табака и не заметил, как в этом табаке у него спряталась мышка. Он ее положил в карман и пошел с надеждой на Всевышнего, что он мне даст опозорить Туру еврейский народ. Все собрались, Равин дал первое слово батюшке, и он сделал вот такой вот знак, и вдруг все ахнули. Ходит в зал, кот на двух ногах, на одной лапе у него полотенчика маленькое, на второй лапе у него маленькая тарелочка, пристегнутая таким ремешком, и он начинает разносить все маленькие стопочки с вином, водкой, разной выпивкой. Как такое может быть? То есть, с помощью разума, с помощью закалки и постоянной мотивации, и, как сказать, постоянного упорства можно изменить характер и даже из кота сделать подобие человека. Равин не знал, какой картой и каким козырем это все побить, и первое, что он подумал, дай-ка я закурю. Открывает он свою коробку табака, оттуда выскакивает мышка, и кот в ту же секунду забыл, что он был натренирован и дрессирован, что он разносил там какую-то выпивку, он побежал за этой мышкой. Тем самым, даже без слов, Равин доказал, что как бы мы не тренировали себя, внутри нас, наше качество, наше ДНК остается прежним, и когда мы будем на взводе, мы обязательно сорвемся, мы обязательно проявим свои качества, которые у нас уже были, и если посмотреть честными глазами на себя, то ничего у нас не получится, надо принять себя таким, какие мы есть. Ну, трудно представить, что вспыльчивый человек вдруг станет спокойным, а Камцан скупой вдруг построит храм и начнет раздавать деньги направо и налево. Трудно представить, что может человек так себя поменять. Если у вас есть примеры такого человека, скажите мне, пожалуйста, я, например, никогда не встречала такого большого переворота, кроме как человек не верил и стал религиозным, но тут хотя бы можно объяснить, это не такое, это не качество, это скорее разум и понимание, что кто-то этот мир создал и им управляет. Сейчас. Окей, но что-то с нашими качествами сделать можно, это работа наших дней, мы уже говорили, это очень связано тоже с теми днями, которые мы сейчас проходим, потому что мы с вами каждый день считаем сфера Таомер, дни Омера. Я вам хочу рассказать, был такой случай, не знаю, была ли это правда, но хотя бы как Майса мы можем из нее что-то выучить. Вот перед этим Песоха, все готовятся, покупают новые скатерти, закупают еду, к сожалению, без гостей из-за карантина, и вдруг глава семьи почувствовал себя очень плохо, начал кашлять, затрудненное дыхание, и он, конечно же, позвонил в МАДу, приехали за ним, он сдал тест, и оказалось, что он болен короной. И врачи поняли, что они пропустили много времени, у него было очень много фоновых болезней, которые тоже начали прогрессировать, и ему сказали, к сожалению, мы даже не знаем, проживешь ли ты до конца Песоха. Он понимает, что все, он не был к этому готов, как и никто из нас, и не дай Бог нам с этим столкнуться. Он звонит в свою муравину и говорит, что делать, я не готов. Он говорит, где ты будешь на Песох? Он говорит, в лечебнице. Это правда. С Божьей помощью. Он говорит, пожалуйста, после Седра Песоха, на второй день, ты спускаешься в синагогу, которая есть здесь при каждой лечебнице, на вечернюю молитву, ждешь, пока начинают считать Сферата Омер, и говоришь это благословение с глубокими мыслями, с пониманием, что ты делаешь. Ладно, но вообще ни в каких книгах не написано, что счет Сферата Омера, он как-то влияет на здоровье. Про Мацу мы с вами говорили, что это сгула на здоровье. Поменять имя на Рафаэль Хаим это сгула на здоровье. Сферата Омер, да в Кабале такого не написано. Но, если Равин говорит, есть шанс, он этим воспользуется. Он спустился в синагогу, конечно же, прочитал Сферата Омер, и до сих пор этот человек жив-здоров, его состояние улучшилось, и он скоро возвращается домой с Божьей помощью. И он звонит Равину и говорит, скажи мне, пожалуйста, просто как ты знал, что именно эта вещь поможет мне взять со Всевышнего вот это милосердие, оставить мне жизнь. И он говорит, все очень легко. Это единственная заповедь в Торе. Если у нас в Торе есть 613 заповедей, то эта одна отличается от всех 612 тем, что она идет сплошным блоком. Это митцва, которая начинается в первый день и заканчивается в 49-й. Мы не можем ее начать посередине. И поэтому я поступил с тобой так, как поступают со мной мои дети. Они приходят ко мне с шоколадкой и говорят, пап, можно шоколадку? Нет, вы уже много сладостей кушали. И тогда что мудрый ребенок еврейский делает? Баруха таа шам лукену мэна хаулам шакольния бедваро. И папа уже говорит, ладно, ешь, чтобы не было благословения лишним. То же самое. Я подумал, что будет здесь. Если эта митцва у нас засчитывается только когда мы ее исполняем с первого по 50-й день, это значит, что если ты сейчас скажешь благословение, Всевышний должен будет оставить тебя в жизни, чтобы твое благословение не было напрасным. Итак, о чем мы с вами говорим? Что... Сейчас. В удаизме вообще есть правило. И когда мы с вами учились, подготавливались к Йом-Кипуру, и Рошана, мы с вами об этом очень часто говорили. Мы живем сегодняшним днем. Есть понятие раскаяния. Вчерашний день никак на нас не влияет. То, что было вчера, мы можем забыть. И кроме того, мы с вами говорили, все прошлые грехи мы можем перевернуть на митцбот, на наши схует... Извините за еврейские слова. Мы можем перевернуть нам заслугу еще за то, что все мы грешили, получить награду. Все заповеди так. То есть нормальный хабадник, когда он находится в шлихуте, в каком-то... любом городе, он стоит, например, и говорит, ты еврей, ты еврей, давай тфилин, давай еще что-то. Вот встречает он дедушку, которому там 90 лет, и он говорит, ты накладывал когда-то тфилин? Он говорит, нет. И нормальный хабадник, что он говорит? Давай, пожалуйста, у тебя есть возможность, не важно, что ты 90 лет делал, не важно, что у тебя не еврейская жена, не еврейские дети. Давай, тфилин, подожди, может быть, ты и обрезание не сделал, может, и выкупа первенца у тебя не было, а бармицва, скажи, у тебя была? И так мы евреи в своей сети. Ну, шучу, конечно. Но в плане, что да, мы помогаем человеку прийти к своим истокам. С любой заповедью. Так, мамочка, привет, я не вижу, что ты со мной, но я вижу твои лайки. Так, со всеми заповедями. Не важно, кем вы были вчера, если вы сейчас послушали, там, например, мой урок и решили, что вы хотите измениться. Вот после урока, который я давала по поводу еврейского имени, столько ко мне писем пришло, что люди хотят взять еврейское имя. Мы с ними выбирали эти имена, и они потом, я их поздравляла с тем, что они сделали этот шаг. То есть не важно, чтобы до этого были Катя, Наташа и Петя и вообще не евреем. Вчера так, сегодня, пожалуйста, делай свой выбор, меняй свою жизнь. Welcome to the club. Секунду. Хана, ты сгири тадали, ты ци, я шишу рак, шар, тов, Ханя? Тов, а вальмайер, тов? И алла. Сосфират Омер вообще не так. Это странная заповедь, которая непонятно, чему нас учится, она противоречит всему иудаизму. Она говорит так. Мы начинаем в первый день считать дни Омера, и на 50-й день мы заканчиваем тем, что праздник Шагот, мы получаем Тору и прекращаем считать эти дни. То есть, если человек вдруг пришел в синагогу, решил, что он хочет соблюдать, говорит, какой Омер вы считаете? 19-й? Давайте я с вами начну. Нет, товарищ, уже без благословения. Ты те дни не считал, значит, сейчас ты не можешь присоединиться. Вчерашний день он важен, и он влияет на тебя. А как же раскаяние, а как же в любой момент мы примем любого еврея, а как же каждый может вернуться? Я хотела вам дать урок про Песахшини, возможность вернуться в любой момент. Но мне кажется, что уже кто-то его давал до меня, поэтому вы понимаете, о чем речь. Продолжаем. Раби Йохан говорил интересную вещь. Кроме того, что мы с Ферата Омера считаем дни, мы считаем еще и недели. То есть мы говорим, сегодня 21 день, что это 3 недели к Омеру. Или, например, сегодня 8 день Омера, что это 1 неделя и 1 день. Почему мы считаем и дни и неделю? Как бы это не высшая математика, до 50 посчитать и понять, что если это 49 дней, то значит это 7 недель. Но сказано у нас в Тори, считайте дни и считайте неделю. Приходит Раби Йохан и говорит интересную вещь, что из-за того это для нас не будет лишним. Я не помню, к чему мы сказали, но обо всем хорошем это актуально. Он говорит так, из-за того, что мы сейчас в храме не приносим приношения Омера, нам нечего отсчитывать, нам нечего считать. Поэтому недели мы считаем только относительно Омера. И пока его у нас нету, пока не отстроен третий храм, мы в принципе недели можем не считать. Они у нас не по Тори, а по мудрецам. Что мы, да, должны считать по Торе? Это дни. Потому что эти дни никак не связаны с Омером, а они отсчитывают для нас время, когда мы получим с вами Тору. Скоро, совсем скоро. Вот будет 49-50-й день, а-а-а, наконец-то, а-а-а, Лилука Святая Тора к нам придет. Как это связано со всем, что я говорю? Еще одну историю, чтобы немножко облегчить понимание. К большим того посреди урока входит один человек, который выглядит просто бомж-бомжом, грязный, вонючий, и все ахают, потому что узнают в лице этого бомжа Гвир. Гвир это богач города, который обычно помогает общине. Это тот человек, который еще год назад был богачом, и сейчас вот там сделка не удалась, здесь потерял деньги, здесь потерял деньги, и он стал нищим. Он приходит к Большунтову и говорит, все, я больше не могу, я не понимаю, я знаю, что в мире есть Всевышний, я знаю, что я вроде все делал правильно, я отдавал десятину, сказал, что тот, кто дает десятину, он не обеднеет, я обеднела, помоги мне понять, что хочет от меня Всевышний. Большунтов смотрит на него и говорит, так все дело в табаке. В каком табаке? О чем ты? Я потерял миллионы, я бомж, какой табак? Вспомни, что случилось год назад, история связанная с табаком. И он не вспомнил, для него это была история вообще незначимая в его жизни, он даже не запомнил, что это было. И Большунтов ему рассказал, что у него был такой обычай, у этого гвира, что каждый шаббат он приносил пачку с табаком, с табаком, в синагогу, для того, чтобы было благовоние, чтобы люди немножко расслабились, нет в этом ничего зазорного. Но что? Он настолько был гордый своим положением, что он ходил только в первых рядах и раздавал элите, чтобы была возможность еще наладить какие-то отношения, пообщаться, спросить как бизнес, как семья и немножечко создать вот эти вот связи, которые, может быть, в будущем ему помогут. Люди, которые сидели подальше, они уже его не интересовали. И вот в какой-то шаббат входит в синагогу бедный, грязный, несчастный человек, бедняк. Он пришел немножечко насладиться святостью, а тут он увидел, что еще раз дают табак, а может он сможет... Мамочка, привет, родная. Привет. И может он сможет еще насладиться и материальными благами этого мира. Он подходит к этому Гверу и говорит, дай мне, пожалуйста, немножко табака. Он на него посмотрел с таким презрением. Да как ты... как ты смеешь вообще просить своими грязными пальцами, залезть ко мне в серебряную коробку и закрыл перед ним эту коробку, положил ее назад. И он сам этого не заметил, сам не понял. Но он этого человека убил. Просто этот человек потерял вообще любую веру в человечество, в жизнь, в возможность, что он когда-то распрямит плечи. И на небесах было принято, что этому Гверу не положено обладать всем тем богатством, которым он обладает, потому что его качества не подходят и он не заслуживает. И кому перешли все эти деньги? И, естественно, тому несчастному человеку, для того, чтобы он поверил во Всевышнего и понял, что за все есть награда. Большой Тов говорит, ты что, никогда не задумывался? Посмотри, кто вместо тебя стал новым богачом. Ты думал, это просто несчастный парень? Ой, ты думал, что это просто новый парень, какой-то богач, который приехал к нам в дом? Ты потому что даже не посмотрел на этого бедняка. А мы все заметили, мы все этому бомжу помогали, и мы видели, как тут на него упало наследство, а тут он выиграл в лотереи, он поднялся, и сейчас единственное, что тебе может помочь, и я вижу, что ты задашь этот вопрос, если он поступит с тобой так же, как и ты с ним, если он закроет перед тобой пачку с табаком, тогда все богатство вернется к тебе. Фух, есть шанс, свет в конце туннеля, он им воспользуется, он начал узнавать, тут и там, и, к сожалению, он узнал, что этот человек, он остался человеком, он всем помогает, он со всеми общается, он не потерял свои достойные качества, и он подумал, я как-то его обхитрил, и вдруг он узнал, что через месяц у его дочки будет свадьба, вот там-то я к нему и подойду, я поднимусь на сцену, и я попрошу у него табак в самое неудобное время, и вряд ли он будет расстегивать свой широкий пояс, расстегивать жилетку, расстегивать сюртук, расстегивать там это, доставать из кармана, это будет не в тему, и тогда я заполучу свои деньги назад. Так он и сделал, он поднялся на сцену, все ахнули, но когда он попросил у него табак, тот сказал, конечно, я тебе дам, и расстегнул, все, что надо было расстегнуть, достал свою коробочку и предложил ему. Тот упал в оморок. Никто не понял, почему, ведь ему дали то, что он хотел, и тогда он на сцене прямо рассказал эту историю. Этот человек его обнял и сказал, ты что, не переживай, я свои качества не изменю, я тебе помогу подняться, не надо, чтобы я опускался, для того, чтобы ты поднялся, мы вместе будем богатыми, если ты когда-то обогатился, значит, у тебя есть склад ума, который позволяет тебе держать эти деньги, давай, не переживай, я тебе помогу. Перед животом мы все с вами должны почистить наши качества, мы должны пристать перед Всевышним так, чтобы мы были уверены, люди, и даже мы сами о себе говорим о себе, о себе, о себе, о себе, но в любом случае она точно даст. Будьте уверены, один, приди к ней посреди ночи, она откроет свою квартиру, она накормит, я хочу, чтобы обо мне люди так говорили, я думаю, что и вы хотите, чтобы о вас говорили, этот человек, который всегда придет на помощь, к нему его никогда не выведешь из себя, этот человек всегда поможет деньгами. Перед животом мы должны, и это, я вам скажу, это самое главное правило Торы, и вы все его уже сейчас можете начать исполнять, любимое мое, правда, без него, мне кажется, что это, этим правилом, к сожалению, можно тыкать в лицо очень многим евреям, которые считают себя большими праведниками. Я, к сожалению, затрудняюсь перевести это правильно на русский язык, но правильное поведение, правильная подача, человеческие качества, они перед исполнением Торы. Невозможно соблюдать Тору, когда ты злой, невозможно соблюдать Тору, когда ты жадный. Эта Тора, она не входит в тебя. Мы должны для того, чтобы принять Тору в праздник шубот, почистить себя. Дальше. У нас есть с вами извините, пожалуйста, у нас есть с вами семь недель, семь недель, которые мы считаем омер. Каждая неделя у нас символизирует какое-то качество, которое мы меняем. Это одно из объяснений, почему это заповедь, идет именно блоком, потому что мы не можем сказать, вот, например, я очень спокойный человек, и я готова менять в себе качество спокойствия, а вот все остальные качества менять не буду. Нет, это заповедь идет блоком, потому что очень важно стать целостной личностью и исправить именно то больное качество, которое нам мешает. Итак, я вам с вами хочу два слова сказать буквально о каждой неделе, которая у нас что-то символизирует. Значит, мы начинаем с недели хэсет. Извините. Окей, не важно. Хэсет. Качество хэсет, это качество отдачи, милосердия, это кому я даю, с каким сердцем я даю, на что я трачу деньги, на шмотки или тоже на святость, на обучение детей математике английскому, или я тоже постарался, чтобы у детей были какие-то религиозные еврейские предметы. Кому я даю, с каким сердцем, когда я даю, когда у меня хорошее настроение, я купила себе новое платье, тогда, пожалуйста, когда у меня плохое настроение, все разойдитесь, никому не дам, отвалите и не подходите под руку. Это хэсет. Мы должны посмотреть себя внутрь и понять, есть ли у нас что-то изменить, подредактировать в этом качестве. Вторая неделя мы с вами разбираем качество гвура. Гвура, мы с вами уже говорили, помните, про Эцхаковину, вот он был целостная гвура, этот человек обращенный внутрь себя, этот человек, который смотрит только на себя, думает только о себе, когда он судит, он судит других, потому что они не подходят ему по уровню, это качество закрытого человека и очень агрессивно агрессивно настроенного против людей, которые не имеют такую же точку зрения, как и он. Есть ли у вас это хоть немножко? Это неделя была, в которую мы меняем это качество. Следующее это Тиферат. Тиферат, мы с вами говорили, что это Яков. Яков это папа, который может и наругать сыновей, и сказать им благословение, сказать, ты крутой в этом, ты в этом преуспеешь, я тебя на это благословляю. Тиферат соединение первого и второго. В простом понимании это даю ли я человеку, которому я не хочу дать. Окей? Следующее Нецах. Нецах это неделя, которое связано с качеством характера вот, извините, осел он какой? Вот, непреклонный, скажем так. Я не хочу и все. Акшан это называется, да, иврите. Вот это качество, когда, а не буду я это делать, а кто сказал, что я должна, а почему я это буду делать, куда мы это используем, к тому, что кто сказал, что кошерное это нормальное, кто сказал, что того надо соблюдать, кто сказал, что если я буду отдавать десятину своей зарплаты, я обогачусь, кто сказал, или наоборот, я это использую, упрямство, спасибо большое, или наоборот, я использую свое упрямство для хороших целей, ну и что, что мне сложно, ну и что, что я не понимаю, ну и что, То, что я еще не догадался, почему это и это надо делать, я упрямый. Если то рассказала, я пойду до конца и когда-нибудь я пойму. У каждого есть что менять, что же, я думаю, в эту неделю, за которую отвечает Нецех. Дальше. Год. Год – это у нас битуль. Битуль – это самоустранение. Насколько мы можем забыть о себе? Насколько мы можем понять, что кроме меня есть еще другие люди? Насколько мы можем понять, что делай другим то, что хорошо мне, да? Но я могу это правило на действии как проявить? Я обожаю шоппинг, поэтому пойдем, Мойша, мы тебе будем делать шоппинг. Нет, а Мойша ненавидит шоппинг. Мойша вообще не любит, не любит, я не знаю, ходить по магазинам, даже продуктовым. То есть, когда возлюби ближнего, как самого себя, это не значит, что я другому должна делать то, что я люблю. Я должна подумать о нем. Юлька и я. Я должна самоустраниться. Я должна перестать смотреть на людей со своей колокольни, а понять, что каждый из вас прошел свою жизнь, свои трудности. И если вы так себя ведете, это значит, что это единственное, как вы можете себя вести. Устраниться и понять, что есть другие люди с другим мнением. Это то, что мы должны менять на той неделе, которую мы говорим за год. Следующая у нас ИСОД. ИСОД это красивая очень сфера, которую мы читаем на шестой неделе. Эта сфера у нас отвечает за... Да, пойдем вместе на шопинг. Упрямый, спасибо, Елена. Да, ИСОД у нас отвечает за иткашрут, за связь, но в более интимном плане. То есть, природно вообще непонятно, как после свадьбы два человека могут ужиться между собой. Два разных воспитания, две разные жизни, два разных возраста. Как люди после свадьбы друг друга не поубивали, скажите мне, пожалуйста. О, вот это правило, оно говорит нам. Всевышний заложил в нас влечение к другому человеку. Мы с вами уже на прошлом уроке говорили, что даже если ты не любишь человека, ты можешь с помощью действий и слов эту любовь себе родить. Говорить ему чаще, произносить это, показывать, проявлять свою любовь. Эта неделя говорит, что мы можем изменить что-то в своей отдаче к нашему партнеру. Сделать наш дом крепостью. И последняя неделя, седьмая, мы меняем качество, которое называется Малхут. Малхут это тоже, ну, прям вот такая вот каббалистическая интересная вещь. Мы пытаемся соединить мысль, слово и действие. Как часто в нашей жизни эти три вещи вообще идут параллельными прямыми. Я думаю одно, говорю второе, делаю третье. Для того, чтобы стать целостным человеком, мы должны настолько изменить наши качества, чтобы они шли у нас природно, чтобы мне не надо было думать про человека плохо, а из себя выдавливать улыбку и говорить, какое у тебя красивое платье, а сама завидовать, почему это у него десятое платье за неделю. Соединение мысль, слово и действие – это то, над чем мы работаем в последнюю неделю перед получением ТОРа. Итак, опять же, хочу вам рассказать одну майсу, которая, мне кажется, безумно подходит под нашу тему. Польский король, царь, президент очень любил еврейскую кухню. Ему уже было знакомо чонт, был знаком гефелта фиш, были знакомы какие-то иерусалимские кугели. Ну что, он вдруг узнал, что есть какое-то блюдо, от которого евреи в шаббат тащатся. Что это за блюдо, кишки? Это только такая вот, в общем, я думаю, вы знаете. И царь говорит своему шеф-повару, иди, пожалуйста, к Рэббитсон, посмотри, как она готовит кишки, и я хочу тоже насладиться этой едой. Он идет в один из шабатов, перед шабатом, в пятницу, к Рэббитсон на кухню, и смотрит, и точно все записывает. Есть кишка, это такая вот кишка, в которую он начиняет ее или мясом, или жареным луком с мукой, или какими-то другими вещами, и потом это все на чем-то выкладывают, она напитывается за ночь, и вообще нереальная штука. Он все записал, и решил, что такое блюдо он сделает на какое-то большое торжество. Через неделю был день рождения жены короля, и он сделал 200 кишек. Он внес их на золотых тарелках и ждал похвал и аплодисментов. Но что стоило людям попробовать эти кишки, как он только услышал? Бе-е-е, фу, что это? Что это могло быть? Ведь он рецепт записал до миллиграмма. В чем он мог ошибиться? А ошибся он только в одном. Он не до конца почистил кишку. В ней остался еще вот этот вот мусор, которого капелька этого мусора испортила своим запахом и своим вкусом самое дорогое мясо, и все пошло на смарку. Это очень красивый машаль. Сейчас, секунду. Это очень красивый машаль на то, что мы должны принять Тору, будучи чистой кишкой. Секунду. Выходит, выходит. Лечка. Секунду, у меня вах. Не, у меня долго еще. Вах? Да. На сумме. Да, но я не буду тогда. Я закончу, приду, Лечка. Что, Саня? Спасибо. Сейчас. Мы не можем получить Тору, пока в нас сидят эти качества. Вы понимаете, человек, который злится. Другими словами, в Талмуде написано, человек под властной злостью, он как будто служит другим богам, идолу. Человек на что чаще всего злится? У меня не получается. Я это не умею. Другими словами, Всевышний не дал мне таланты, которые мне нужны. То есть, другими словами, я бы себя лучше создала. Я злюсь, почему у нее это есть, а у меня нет. Другими словами, я знаю лучше Всевышнего, что мне надо, а что ей надо. Мы тем самым отстраняем Всевышнего. Гордость. Про гордость в Талмуде написано. Не можем я и ты находиться вместе. Там, где есть постоянное я, я, я. Я сделал, я добился, я выучился, я заработал. Где там Всевышний? Помните, это история про стоянку. Всевышний дай мне стоянку, я начну соблюдать шаббат. Он выезжает в машину, он заезжает, говорит, Всевышний, спасибо, я сам справился. Там, где есть гордость, нет места для Всевышнего. Поэтому каждый из нас, перед тем, как получить Тору, должен понять, есть ли у нас вообще это место для Торы. Готовы ли мы освободить себя от дурных качеств, их проявлений, для того, чтобы по-настоящему принять Тору в праздник шаббат. Поэтому эта митсва у нас идет блоком, мы не можем ворваться в нее посредине, потому что невозможно поменять себя за один день. Невозможно прийти на 48-й день, посчитать 49-й и сказать, о, я готов получить Тору. Мы с вами в начале урока говорили, что поменять хоть одно качество в личности, в характере, это сложнее, чем выучить все кабалу. Поэтому как минимум 7 недель, каждую неделю мы должны акцентировать свое внимание на какое-то одно качество и его исправлять. Окей, мы поняли, что надо это качество исправлять, мы поняли, что мы должны очиститься перед праздником в живот. Вопрос остается, как? Ведь по большому счету, не обижайтесь, но мы все с вами те натренированные коты. Мы привыкли, чтобы на работе должны вести себя так, с друзьями так, дома так. Но когда мы злимся, когда, например, в Талмуде написано, вошло вино, вышел сот, вышел секрет. То есть, когда человек пьяный, он вообще не может играть другого человека, он становится сам собой, вот реально какой он есть. Какие мы есть на самом деле. Не стыдно ли нам самим посмотреть себе в глаза и сказать, я чист перед Всевышним, получить Тору в праздник в живот. Хайм Гутник из Австралии, если не ошибаюсь, очень богатый человек. Он рассказывал историю о своем папе, который был шалихом Хабада. Он ездил в Австралии по разным-разным городам, маленьким, большим, и давал лекции. И как-то раз он приехал к Рабе, и на уединции поделился с Рабе, что он чувствует, что его лекции не приносят никакой пользы. Он говорит высокие слова, он жестикулирует, он рассказывает истории. И я не сравниваю себя с ним, но правда, я когда преподавала одной и той же группе постоянно живые уроки, я то же самое чувствовала. Я вроде так готовлюсь, и так даю, и так делаю, но что, говорит Рабхай Мгутник, я чувствую, что когда заканчивается урок, в этих людях ничего не меняется. Они выключают компьютеры, они выходят из класса, они включают телефоны, и как будто бы моей лекции не было. И как бы я ни старалась, их жизнь не меняется, и я не понимаю, в правильное ли русло я направляю свою энергию. Раби сказал ему две вещи. В свое время мне эти две вещи очень помогли. Первая вещь. Правила из Талмуда, о которой Раби говорит, всегда работают. Все, что выходит из сердца, входит в сердце. Я никогда не смогу вам преподать урок, который меня не зажег. Вы его не поймете, вы его не прочувствуете. Поэтому, наверное, все свои уроки я даю так эмоционально, как не свойственно мне говорить в обычной жизни. Кто меня знает? Я спокойнее говорю. Как дела? Что делаешь? Пойдем погуляем. Ммм, отличные новости. Вот чтоб я прям так говорила, это только вещи, которые меня зажгли. Поэтому с Божьей помощью, если они выходят из глубины моего сердца, они тоже смогут зажечь вас. Второе, что сказал ему Раби. Я хочу тебе на примере показать и успокоить тебя, что твои слова заходят в души людей. Но прошу тебя, в каждый свой сеанс, в каждую свою лекцию внеси небольшое изменение. Какое? Я понимаю, почему люди не меняются после твоих лекций, как бы им этого не хотелось. Потому что ты говоришь такими высокими... Нет. Юля, что ты меня сдаешь? Ну вот, у меня сейчас мысли, слова действия разошлись. Неправда. Все, ладно, Юль. Дома поговорим. Сейчас. Из-за того, что ты говоришь какие-то высокие вещи, которые все люди понимают, но в конце урока они не понимают, с чем выйти. Тахолис, скажи мне, что в себе поменять. Скажи мне, какое это правило. Скажи мне, что делать. Как, с чего начать. Ты все замечательно стелишь. Но это настолько высоко, что я выхожу с пониманием, что а, это не для меня. Пусть какие-то праведники меняются. А мне это далеко. Каждый урок свой заканчивай каким-то... Как я научилась делать, и я думаю, что вы это заметили. Часто я свои уроки заканчиваю каким-то домашним заданием. Попробуйте, там, я не знаю, позвоните родителям, попросите у кого-то прощения, сделайте что-то хорошее, изменить свое качество. Когда человек выходит с урока, зная, что он может что-то поменять, ему будет легче, и ты почувствуешь, что это толкнет публику к действию. Он так и сделал. После этого, что он поехал в Америку... Нет, секунду, он вернулся к свою страну, и там была большая бармитсва, на которую он был, естественно, приглашен. И он дал красивую лекцию по святости шабата, как все должны соблюдать шабат, насколько это дает благословение в семью, и не только. И говорит, мой рабе мне сказал какую-то вот одну вещь, я хочу ее начать практиковать. Давайте мы с вами решим, что я не могу просить у вас, чтобы вы перестали работать в шабат, чтобы вы зажигали свете, чтобы вы, я не знаю, носили юбки или одевали кипы, что я могу у вас попросить не курить в шабат. Давайте из этой лекции, какой бы она высокой ни была, вы берете на себя, в шабат мы не курим. Все, на этом закончилось. И следующий шабат, он начал замечать, что один постоялец их общины, который в списках числится давно, но в синагогу не ходит, даже иногда на юнг-кипуры забывает ходить, вдруг начал ходить в синагогу. Этот человек, который пережил холокост с большим номером на руке, который злился на еврейский народ и на Всевышнего, и на все, что с ним связано. И вдруг он сначала пришел на шабат, потом на молитву, потом он уже пришел на Итва, дуд, дой после молитвы. И, конечно же, Рафхайм Гудник подошел к нему и сказал, скажи, что привлекло тебя к таким действиям, изменениям в твоей жизни? И он сказал, я был на той самой бармитве, и я понял, и я слышал, что ты сказал. И решил для себя, так это и мне хорошо, и моему кардиологу хорошо. Возьму-ка я на себя день в неделю не курить. Вот я пришел в офис, и там сплошные нервы в шабат, и я уже в 9 утра думаю, что я сейчас умру, если я не закурю. Ну что? Я сдержался. На следующий шабат то же самое. Но я сижу уже сам с собой и думаю, какой-то я двуличный. Как такое может быть, что я уже не курю в шабат, но продолжаю работать? На следующий шабат я уже не вышел на работу. Лежу я себе и думаю, ну вот я уже и не курю, и на работу не хожу. Чего мне тогда в шабат не пойти в синагогу? Пошел я в синагогу, и был там после молитвы, такой твадут, такой фербрэнген. Мы подняли лыхаем, мы выпили 100 грамм, мы говорили такие слова, что я зажегся, и сейчас хочу сюда ходить. Спасибо тебе за твои слова. Так исполнилось обещание Рэба, что Раф Хайм Гутник при жизни увидел, что его лекции влияют на людей. Секунду. Тора, вот из этой истории, она просто гениально подходит под вывод, которым я хочу вас привести в этом уроке. Тора нам говорит, не общайтесь со своим сердцем, не смотрите в сторону сердца. Ваш ДНК изменить невозможно. Так же, как вы в один день не похудеете, не потолстеете, не станете выше и ниже, так же вы. Не то, что за один день, не факт, что и за всю свою жизнь вы сможете изменить в себе кардинально какое-то качество, которое вам мешает. К сердцу не обращайтесь. Обращайтесь к чему? К действиям. Так же, как и в этой лекции. Ты говоришь к сердцам людей, они это все чувствуют, но не знают, с чего начать меняться. Скажи им, Тахалис, что им делать в жизни? То же самое здесь. Не можешь изменить характер, и не надо его менять. Давай начнем с чего-то маленького. Возьми действия, которые чинят то качество характера, которое тебе мешает. Например, я скупая. Не люблю давать деньги. А что-то я работаю, и зарабатываю, а кому-то должна бесплатно. Пусть идет и работает. Попрошайничает он здесь. Например, как я могу бороться с этим качеством? Если я скажу, один, а не будь скупой, не поможет. Я могу себе сказать, один, ты идешь на работу, всегда в метро проходишь мимо человека, который просит сдаку. Давай каждую среду ты будешь ему давать монетку. А потом, давай добавь еще четверг. Вот в среду и в четверг ты будешь давать ему какую-то монетку. А потом я добавлю еще одного человека. А потом я привыкну, и моя рука уже будет натренирована давать другим людям. И так я посредством маленьких изменений буду менять свою черту характера, которая так меня термозит в жизни. Например, злость. Пойдете вы к психологу, работать со своими чувствами, с сердцем, с переживаниями, с детством. Да простят меня психологи, которые здесь находятся. Не поможет это. Почему? Потому что надо взять и действовать, сотрудничать со своей злостью. Например, у нас в Андреце многие дают какие-то советы. Первый совет. Переспи с этой злостью. То есть, если ты жлишься на человека, не говори ему это сейчас, пойди спать, на утро скажи. Сто процентов работает, что злость утихает, разум преобладает, ты понимаешь, что в принципе не так это все серьезно, как тебе казалось вчера, и способен разговаривать с человеком спокойно. Раби, например, в одном своем письме пишет тоже интересную вещь, как действие, способное починить злость. Раби говорит, возьми себе за правило человека, которого ты обидел, поднимать трубку, звонить ему и просить прощения. И это вообще шикарно работает, потому что перед тем, как обидеть человека, ты понимаешь, что мне потом придется искать его номер телефона, где я его найду, как я буду просить прощения, да лучше вообще его не обижать, чем сейчас вот это вот нарываться и потом унижаться перед ним. Тем самым мы сдерживаем свою злость. Есть такое 60 минут не говорить про злость. Мы с вами на прошлом уроке говорили, что вообще мы не должны говорить, потому что когда мы говорим о чем-то плохом, это настолько нас переполняет внутри, становится частью нас, что мы готовы не то, что я не знаю, просто сказать человеку, что он дурак, а еще и палка ему по голове, потому что мы настолько поверили в то, что он сделал нам дурную вещь. То есть только с помощью маленьких действий. И не важно, что вы продолжаете сильно злиться, и не важно, что вы вообще остались скупы, и вы только этому бедняку даете, и то два шекеля. Ну что? Пора-пора. Ляд-ляд. Чуть-чуть. Мы начинаем двигаться в сторону изменения этой черты характера, которую мы должны изменить. И опять же... Добрый вечер, Елена. И опять же, настолько важно это делать, не останавливаясь. Поэтому это единственная митцва, я вот не знаю, на слава богу 120 человек, вы, наверное, не были в начале, это единственная митцва в Торе, которая идет единым блоком. Невозможно. Всевышний не может засчитать нам эту заповедь, если мы посчитали первый день, а потом следующие три дня вообще где-то загуляли и не считали эти дни. Нет. Невозможно останавливаться. Это как ехать на велосипеде в гору. Только вы перестали крутить петаль, и вы начинаете съезжать назад автоматически, пассивно. То же самое с качеством характера. А эти недели сейчас мы должны использовать для того, чтобы очистить себе хоть немножечко места, для того, чтобы получить Тору, и она смогла стать не нашей одеждой, которую мы в любой момент можем снять, поменять на что-то другое, а нашей сущностью. Поэтому, помните, мы с вами в начале урока говорили слова Раби Юхая, что он почему-то выявил, что... Почему мы считаем и недели, и дни? Он сказал, несмотря на то, что в Торе написано считайте дни и считайте недели, он почему-то сказал, недели... Это можно и не считать, в принципе, потому что у нас нет храма, а вот дни надо считать. Второе объяснение очень-очень нам подходит. Он говорит, потому что когда мы одну неделю что-то делаем, вторую неделю не делаем, третью неделю вообще думаем, что неправильно все делали, меняем свои планы, мы не... мы не... не меняем себя. По Торе он говорит, пока нету храма, мы должны считать дни, потому что не важно, что вокруг меня огромное количество плохих качеств. Я сегодняшним днем, вот именно сегодня, я один раз поборола свою злость. Вообще у меня... я когда активно начинаю работать с каким-то своим качеством, спасибо, Елена, я даже делаю так, я беру себе за правила, например, я перед тем, как крикнуть на ребенка, вдыхаю глубоко 10 раз. Вот у меня такое было. А потом я вообще не кричала. Ну что, каждый раз, когда у меня получалось, я давала монетку в дздаку. Ну, типа, спасибо Всевышний за то, что дал мне возможность побороть свое дурное начало. В конце... Ну, правда, может, вам это не будет близко, но я настолько кайфанула, когда я открыла эту дздаку, высыпала нормальный такой пакетик для сэндвича этих монеток и сказала, это столько раз я поборола свою злость, это столько раз я могла накричать на детей, например, или сорваться на мужа, или на подругу, и этого не сделала. Значит, есть в порох, в пороховицах, значит, есть во мне силы. И это дает повод для гордости и желания продолжать дальше. Сейчас, секунду, и последняя. История про... Сейчас... История про одну пару. На самом деле, история, которая была... Она написана... Эта пара решила рассказать эту историю, и она была напечатана в книге чудесных историй про раби. Одна пара готовилась к свадьбе. Очень любили друг друга и решили перед свадьбой поехать к раби и получить благословение на свадьбу. Они уже договорились, что когда они заходят, они просят об этом, об этом, об этом, благословения на то и на то, вопросы об этом и об этом. И когда в конце нашла их очередь, они зашли, она села перед раби, смотрит на раби в глаза и начинает рыдать. И у нее началась истерика, она не могла успокоиться, и она всеми сигналами показывала своему жениху, пожалуйста, выйди, мне надо с раби поговорить наедине. Пожалуйста, не обижайся, мне это очень важно. Он вышел, и, конечно же, он не мог понять, Боже, он идет, он женится на девушке, о которой он ничего не знает, а вдруг она что-то от него скрывает, а вдруг она, за что она так плачет? Может, она изменила мне? Может, она, я не знаю, больная или хочет признаваться? И у него в голове такие мысли, мысли, мысли. И, конечно же, потом пошла неделя перед свадьбой, когда обычно парень с девушкой не общаются и встречаются на пике своих чувств и скуки уже непосредственно под хупой. И когда они входят после хупы в комнату, где они впервые уединяются, первое, что он спрашивает, послушай, мне не дает это сил, скажи, что ты говорила Рабе, мне важно это знать. И она ему рассказала, послушай, я сказала Рабе, что я не могу это скрывать. Я очень взрывчатый человек. Я очень быстро злюсь. Я, как это называется, люди, на иврите это называется птилька цар. Человек, которого очень легко зажечь, и он тут же выходит на эмоции. И Рабе говорила, что я настолько тебя люблю, что я боюсь испортить тебе жизнь. Я не знаю, как бороться с этим качеством. Оно лишило меня стольких подруг, оно настолько много створило меня своими родителями. И если еще и тебя это качество приведет вот к каким-то страданиям, то лучше отменить свадьбу. Рабе, я готова подождать год, месяц, я не знаю, сколько угодно, научите меня бороться с этим качеством. И Рабе я сказала, во-первых, свадьбу отменять нельзя, но я тебе дам два совета. Первый совет. Знаешь, что в Каббале написано, что с каждым ребенком приходит дополнительное терпение. И это правда, потому что сначала у нас терпения хватает только на одного ребенка. И те, у кого сейчас первенец, они понимают, что, боже, все внимание ему, а куда тут еще второго ребенка, да как, а если они оба не спят, а если их обоих кормить в одно время, в ванночке этот младенец, этот ходит, как за всеми успеть? Ну что? Приходит второй ребенок, появляется новое терпение, и ты уже понимаешь, не так страшно, как казалось. А с третьим вообще ты становишься мамой героиней, и не страшен ни четвертый, ни пятый. С каждым ребенком приходит дополнительное терпение, созданное именно для него. «А пока у вас нет детей», сказал Раби, «я знаю, что в вашем районе есть садик для детей, ликутей, лимеда, с которым очень сложно учиться. Я, к сожалению, не знаю, как это на русском. Не усидчивые дети, они в отдельных классах учатся, они иногда там сидят на мячиках, прыгают, им разрешают крутить, что-то рисовать, спиннеры эти придумали, для того, чтобы их немножечко утихомирить. Иди поработай в этот садик, потому что на детей таких кричать невозможно, и ты научишься в этом садике говорить 10 раз спокойно, повторять, не нервничать, поверить, что это станет частью твоего характера. А потом с Божьей помощью пойдут дети, и ты вообще избавишься от этой черты характера навсегда». Знаете, как есть эта шутка про ребенка, что-то я вспомнила. Если первый ребенок глотает монету, то тут же мы вызываем скорую помощь и читаем в интернете, что делать, а со вторым ребенком, если он, не дай бог, глотает монету, мы говорим, ну ничего, вычтем у тебя из наследства. В общем, с каждым ребенком не легче, но говорят, что да. Все, урок закончен. Я даже не знаю, что вам сейчас сказать, что изменить, потому что вы каждый для себя должны понять, какое качество характера вы бы хотели поменять сейчас. Больше обращать внимание на мужа, на жену, больше играть с детьми, узнавать их, меньше злиться, спокойнее говорить на работе, перестать опаздывать, я не знаю, начать соблюдать шабар, начать отделять десятую часть от зарплаты. Это все только из-за того, что наш характер не идеален, эти вещи становятся для нас затруднительными. Поэтому домашнее задание придумайте себе маленькое действие для исправления хоть какой-то не очень хорошей черты вашего характера. И давайте так, до шабуота вы каждый день, когда смогли побороть это качество и сделать это действие, кидаете в цдаку монетку. А на шабуот вы эти все деньги отдаете в благотворительность, тем самым показывая Всевышнему, что вы готовы получать тору. И вот оно доказательство. Вот это жмение монет будет мне судьей в том, что я готов слушать тебя Всевышний, принимать твои чудеса и видеть твоё милосердие. Спасибо большое. Рада вас была видеть. Хорошая неделя. Хорошего шаббата и плодотворной работы над собой нам всем.